Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я приехала в одну из деревень Сахновщинского района. Приглашу вас на мини-прогулку, в которой покажу, как живут люди сейчас в этой деревне. Здесь есть и новые дома, и есть старые дома, которым больше 50 лет и которые уже полуразрушены. Если интересно, давайте посмотрим, как сейчас живут люди здесь, в этой деревне. Весна, цветущие сады, зеленая трава, только что прошел дождь. И вот такой вот есть старый-старый дом, в котором никто уже не живет, но когда-то здесь тоже жили люди. А это еще один двор. Здесь живет моя тетя. Давайте ближе посмотрим, как устроен ее быт. Завтра 9 мая. И по советской традиции, по советской привычке, моя тетя поставила флаг. Флаг Украины. Так раньше было принято в Советском Союзе на 1 мая, на 9 мая ставить у ворот двора красные флаги. В каждом дворе, в деревне, растут тюльпаны и нарциссы. И, конечно, этот двор, этот сад не исключение. Ну, вот видите, забор покосился. Конечно, двор очень старый, дом очень старый. Но он еще крепко стоит. Давайте ближе подойдем, посмотрим на этот дом. Возможно, кто-то из вас не знает, что это такое. Честно говоря, я забыла, как называется этот предмет, но знаю, для чего он. На нем чистят ноги. Сейчас я покажу, как это делать. Если прошел дождь, грязная подошва, то мы, когда были детьми, приходили после улицы, после грязи и чистили вот так вот здесь свои ноги. Порожек. Это веранда. Галерея, говорят по-русски. По-украински, вернее. Дальше пошла небольшая града. Вот такая большая полутруба, не знаю, как это назвать, нужно для того, чтобы с крыши стекала вода, когда идет дождь. А затем эта вода капает в какую-то емкость, которая стоит внизу на земле. В этом случае это просто старая ванная. Старый дом, крыша, чередак, лестница. По-украински, дробына. Это был когда-то гараж. Здесь в основном хлам остался. Кукуруза, наверное, с прошлого года висит. Вот она такая. Бак для воды. Смотрим дальше. Это был вход тоже в какой-то сарай небольшой. Ой, что интересно, я увидела здесь какая-то куча мусора. И старый-старый-старый кувшин. Видите? Интересно, как старый кувшин. Так, идемте дальше. Посмотрим. Это крыша сарая. Такой дом вор. Здесь остатки кукурузы. Ой. И собачка тут. Я даже испугалась. Вот она. Надо же. Вот какой-то старый сарай из глины. Но ему не знаю, сколько лет. Лет 50 точно есть, если не больше. Маленькая дверца. Давайте посмотрим, что здесь. А здесь живут куры. Одна курочка есть, а вот там дальше яички. Наверное, будут цыплята. А это, наверное, курочка, которая цыплят высиживает. Потому что больше курей здесь нет. Угу. Так, еще что-то непонятное. Куры вот на огороде бегают. Это, видимо, была клетка для кроликов. Это туалет. Дрова собраны. Ну, по-украински это называлось Клуня. Здесь раньше было сено, насколько я знаю. Такое тоже было у бабушки. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, здесь просто... Просто какой-то сарай. Огороды, цветущие деревья. Вот так вот. Почему-то в украинских селах есть такая традиция. На огороде сажат яблони. То есть сад. Как бы, ну, фольк, часть огорода. Это кухня. С обратной стороны. Здесь опять старая клетка для кроликов. Конечно, кролики тут не живут уже лет 20. Это точно. Собачья будка. Тоже пустая. Собака здесь не живет. А вот так выглядит курятник. Сейчас курочек нет, потому что не гуляют на огороде. Мы это видели. Но здесь они ночуют всю ночь. Колодец. Я не знаю, он действует или нет. Скорее всего, что нет. Петух, у которого голая шея. Я уже о нем слышала. Курочки. Еще какой-то один старый-старый сарай. Или бывший дом, скорее всего. Он разрушен. Да, к сожалению, все старое, все разрушенное. Но так живут не все. Просто в этом доме нет хозяина. Он умер очень давно. И моя тетя, которая не молодая, зимой живет у сына, а на лето приезжает в свой родной дом. Поэтому здесь, конечно, все очень старое и разрушенное. Это еще один сарай. Тут даже есть печь. Вход в погреб. Балки на крыше. Еще один сарай. Здесь когда-то росла белая черешня. Я очень хорошо ее помню. Были очень-очень вкусные ягоды. Колонка тоже закрытая. Ну, вот так живут сейчас в деревне. Это внутри в доме веранда. На окнах шторочки. Такая традиция. Всегда была в домах вешать шторочки. Старый советский выключатель. Ну что, заходим в дом. Вот так вот. Нет. Нет. Вот такой старый дом и такой быт в этом доме.